Ну что, всем здравствуйте. У нас тут небольшое ЧП произошло. Мы не записали лекционный скринкаст, поэтому записываем его в практически пустой аудитории. Спасибо всем, кто пришел на это посмотреть. Вы будете у меня организовать аудиторию. Вот. И мы, собственно, приступаем к лекции. Которая у нас, как обычно уже, как уже повелось, небольшой, как это правильно сказать, бесчеловечный экспериментик на людях, на нас с вами. А именно у нас сегодня алгебра логики, условные операторы и внезапные рекурсии. С помощью которых мы будем рассматривать организацию циклов, а циклы будут в следующий раз. Такие дела. Прежде чем запустить разговор про алгебру логики, давайте вспомним, что мы вообще знаем про булевские типы. Мы знаем, что это такой тип в питоне. Мы знаем, что у него всего два значения есть. true и false. Вот. И что они как раз булевского типа. Ну, допустим, вот так. И что есть операции сравнения всевозможные. Типа вот такой вот там а, б, 10,11. И мы можем написать там а меньше b, а равно b. Вот это все. Вот. Так же мы можем вспомнить, что в питоне есть многоместные сравнения, которые мы в прошлый раз уже рассматривали. Я забыл сказать, что многоместные сравнения бывают не только в чисто математическом стиле, но типа такого вот. там, допустим, а, b, c, d равняется. Вот. И написать, что типа а меньше b меньше c меньше d. Но и вообще произвольные многоместные сравнения. Значит, как эти сравнения раскладываются? Эти сравнения раскладываются таким образом, что у нас сначала проверяется первое неравенство, то есть а меньше b, and b меньше c, and c меньше d. И вот такой результат нам и выводится. Значит, запомните вот это разложение, потому что вот такая красивая запись, она на самом деле раскладывается вот в такую, and это логическое и, о котором мы сегодня как раз будем говорить. И я как раз хотел сказать, что многоместные сравнения могут быть совершенно не обязательно такие симметричные, а могут быть совершенно разнородные. написать что-нибудь типа а меньше b не равно c, и там, не знаю, больше d, правда, будет ошибка, будет false. Смотрите, это то же самое разложение, то есть а меньше b, and b не равно c, and c больше d. И в данном случае false из-за последнего сравнения. Вот. Такое, значит, напоминаю, что помимо операций сравнения вот таких в питоне есть еще операция из, ну, из b. Это сравнение на то, что оба объекта являются одним и тем же объектом. То есть, допустим, если мы возьмем, допустим, какой-нибудь, если мы возьмем кортежи, то вполне велика вероятность, что они будут равны, но это будут разные объекты. Вот. Так вот, операция из, еще есть операция in. Это операция принадлежности элемента множеству. Мы можем написать что-то типа 3 in. И это будет, ну, только здесь надо поставить, естественно, вот так вот. Это будет означать, что 3 в данном кортеже содержится, а вот в данном кортеже не содержится. В прошлом году на лекции я приводил такой пример смешной операции. Ну, например, если у нас есть false, и false это false. False. Да, господи. False. Это истинное утверждение. False is false. Это тоже истинное утверждение, что false находится в списке из одного элемента false, true. Вот. Значит, false is false это true. False находится в списке false. Как вы думаете, чему будет равен результат вот такого выражения? Вот оказывается, что true. Мы бы ни за что не догадались, почему это находится в списке false, если бы не разглядывали предыдущие многоместные операции. На самом деле перед нами всего лишь многоместная операция сравнения, и это совсем-совсем не то же самое, что вот такая операция. То есть ровным счетом не оно. Ой, виноват. Совсем не вот такая операция. Вовсе нет. Потому что вот тут действительно, ну, понятно, true не является в списке false. Вот эта операция, это and false and false, то бишь true and true. Понимаете? Это просто многоместная операция, собранная по принципу питона. Ну вот. Ни для кого не секрет, что во всех языках программирования для того, чтобы описывать условия, используется алгебра логики, которая в самом простом виде представляет собой три операции. Две двухместные, одна одноместная. Это операция и логическое умножение, или логическое сложение, оно же дизъюнкс, а и стал быть конъюнкс, и не логическое отрицание, как оно по-латыни называется, я даже не помню. Так вот, не исключение питон, да, если мы напишем что-то типа false or false, то мы получим false, а false, а во всех остальных случаях мы получим true. Как это и полагается, как это полагается для операции or. Ну а для операции, так господи, а для операции and эффект прям противоположный. True and true равняется true, а все остальные and, там, true and false, false and true, false and false равняется false. Я даже взял на себя смелость скопипастить из предыдущих лекций, слегка модифицировать табличку истинности, так называемую. Вот здесь операции над булевскими элементами все перечислены. Значит, вот ситуация для or, единственное значение false для or, это если оба false, а ситуация для and, единственное значение true для and, если оба true. Тут все понятно. Может быть, стоит заметить, что в питоне нет проблем со скобочками и логическими операциями, какие есть, например, в Паскале, потому что операции сравнения имеют более низкий приоритет, чем арифметическая операция, но операции логические имеют более низкий приоритет, чем операции сравнения. Поэтому мы всегда можем написать что-нибудь типа а плюс один больше четырех, and b минус два меньше трех. Вот. Да, то есть арифметические операции выполняются первыми, операции сравнения выполняются вторыми, и логические операции выполняются третьими. Это не означает, что между ними нет разницы в приоритетах, точно так же, как между умножением и сложением есть разница в приоритетах, между or и true, и end есть разница в приоритетах. End более высокоприоритетный, чем or. Но идея именно в том, что скобочки ставить здесь не надо. Вот. Ну, еще есть нот. Забыл сказать. Не знаю, как вообще себя чувствуют люди, программирующие на языках программировать со строгой типизацией, где любая проверка должна быть сведена к типу bool, типу логическому. В питоне сделано не так, в питоне сделано как в C, а именно логические операции могут производиться не только над данными типа bool, но на самом деле в питоне вообще над любыми данными. Вот. Мы сейчас это увидим. Сейчас скажу, с чего начать. Для начала, наверное, давайте обучимся логическому выражению, условному выражению. Значит, в питоне есть такая конструкция. Это не условный оператор, это условное выражение. Вы можете написать буквально следующее. Вот, допустим, у нас есть какое-то выражение, выражение, ну, допустим, конд равняется, там, не знаю, а больше четырех. И вы можете написать что-нибудь в таком духе. С равняется 10, или там у нас куку, иф, 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 конд, конд, элс, кукуреку какой-нибудь. Вот так. Да? При этом в С будет кукуреку. Значит, как это работает? Мы проверяем, проверяется, собственно, выражение, которое стоит внутри условия. И если оно верно, вычисляется часть, которая стоит слева, а если неверно, то вычисляется часть, которая стоит вправо. В данном случае у нас конд имеет значение фолз, а если мы напишем, что конд равняется true, вот, то результат вот этой штуки будет вот так вот. Ну, довольно очевидно. Вот. Еще раз. Это аналог тернарной операции в Си-Плюс-Плюс. Не помню, есть ли Си-Плюс-Плюс тернарная операция. В Си точно есть. Это аналог тернарной операции в Си, который ровно так и работает. Мы вычисляем выражение, которое посредине. Если оно истинно, то возвращаем выражение, которое слева, а если ложно, то то, которое справа. Я это, собственно, зачем затеял, зачем я про это рассказал? Я про это рассказал, чтобы поговорить про питоновский вариант булевой алгебры, который не совсем такой, как в классической. Вот напоминаю, классическая, вот она, так устроена ее таблица истинности. Предполагается, что все значения true или false. А вот в питоне вообще любой объект, совсем любой объект, может участвовать в логическом выражении. Это пошло еще из Си, в котором когда-то на заре времен, во времена Кернигана Ричевского Си вообще не было булевского типа данных. Сейчас он есть, бул, кажется, называется, или буллин, не помню. А тогда не было. И тогда, поскольку Си нескорный язык, и там есть только числовые условно-типы данные или адреса, то считалось, что 0 это false, а не 0 это true. Вплоть до того доходило, что не было специального типа данных, и можно было написать что-нибудь типа такого там true плюс true. Кстати, в питоне тоже можно, и получится 2, как ни странно. Ну, а false это 0. То есть от true это единица, как видится. Вот. Ну так вот, поскольку в Си мы могли проверять, в качестве условия использовать любой объект, и он сравнился с нулем или не нулем, в питоне Гвидо пошел чуть дальше и ввел понятие пустой объект. Ну, поскольку далеко не все объекты питонно-числовые, есть стандартные встроенные объекты там последовательности, например, да, строки, то вводится понятие пустой объект. Вот пустым объектом для чисел является, является, ну давайте мы вот это вот прям будем с помощью этой штуки проверять. Здесь напишем не пустой. А здесь напишем пустой. А здесь напишем какой-нибудь объект питона. Ну, допустим, число 100500. Эй, это была табуляция. О. Вот. А число 0 является пустым объектом. Пустым объектом является пустная строка. Любая другая строка является не пустым объектом. Даже если она содержит одни только пробелы или даже там цифру 0, разумеется, она не пустая. Пустым объектом является, допустим, пустой список. А любой список, который содержит хоть что-нибудь, является не пустым. Пустым объектом является также, естественно, false. А true является не пустым. Объект non, например, пустой. Вообще говоря, любой объект в питоне может быть пустым. По договоренности только один экземпляр класса может быть пустым на всякий случай. А вот не пустым все остальные. Мне известно, кажется, только один тип данных, вот так навскидку могу вспомнить, только один тип данных, у которых нет пустого варианта. Это функция. Вот какая-нибудь функция Max, она тоже не пустая. Мы можем всегда проверить, она не пустая. Я не знаю, как задать пустую функцию. Возможно, никак. Значит, еще раз, в проверке условия могут участвовать вообще любые объекты, а не только типа bool. Будет операция пустота и не пустота. На самом деле это верно и для логических операций. Смотрите, если мы напишем что-нибудь типа or, то результат будет, разумеется, не пустой. Потому что и этот объект не пуст, и этот не пуст. Значит, true or true – это true. Если один из них будет пустой, один из них будет false какой-нибудь, то летать все равно будет не пустой, потому что второй true и or, у нас таблица извнести для or равна true, если первый элемент true. Вот. Я ввел такую конструкцию, вот именно такую, чтобы проверять на пустоту или не пустоту, потому что на самом деле гвидет при разработке алгебры логики для питона пошел еще дальше. На самом деле, поскольку мы любой объект можем воспринимать как пустой или не пустой, то есть любой объект может являться true или false, операция or и end, операция дизъюнкции и конъюнкции, вообще не обязаны возвращать true и false. Они могут возвращать просто объект. Если этот объект пустой, то будет считаться false, а если этот объект не пустой, то будет считаться true. Соответственно, если мы напишем что-то типа вот этого, без вот этой рамочки из условной операции, там or, мы внезапно получим первое из двух объектов. А если n, то вторую, например. А если один из них будет пустой, то мы получим вот так. Короче, надо с этим разобраться. Надо разобраться, почему… А, но он же не печатается. Ну хорошо, давайте. Надо разобраться, как это работает в питоне. Давайте еще раз посмотрим на эту таблицу истинности. Смотрите, если для операции or значение первого операнта уже истинно, то второй оперант вообще вычислять-то не надо, потому что результат у нас истинно. Вот. То есть с точки зрения питона можно вообще не вычислять вторую часть нашего логического, нашей логической операции, вычислить первую и ее же и вернуть. Если у нас не пустой объект а, то а or b равняется просто а. Этому не пустому объекту. Если же объект а пустой, то результат чисто зависит от b. Два пустых объекта дадут операцию пусто, пустой и не пустой дадут результат не пусто. Значит, мы можем смело возвращать, в случае, если первый объект, первый оперант не пустой, можем смело возвращать а, а в случае, если второй, первый оперант пустой, можем смело возвращать b. Проверьте, что это так. Вот эта табличка OR, вот эта табличка OR соответствует этой табличке OR с точностью до того, что мы считаем true или false. Получается что? Получается, что нам вообще нет необходимости высчитывать оба операнда. В случае, кстати сказать, в случае n такая же история. Если у нас первый объект пустой, возвращается первый объект. Потому что мы уже знаем, что результат пустой. Если у нас первый оперант операции конъюнкции false, то результат false. Если же первый оперант конъюнкции у нас true, то результат это чисто второй оперант. Он просто совпадает с B. Из этой логики следует, что у нас можно реализовать так же, как это сделано, кстати сказать, в C. Ленивые вычисления. Нам совершенно не обязательно вычислять один из этих оперант, ну второй в данном случае оперант, если мы по первому уже догадались, что произошло. Поясняю. Давайте еще раз, нет, давайте вот что, давайте еще немножко поупражняемся. Итак, если у нас есть вот такая картина, то каков у нас результат? Правильно, второй объект, первый объект true, значит надо возвращать второй объект. Каков бы он ни был. Если первый объект false, значит надо возвращать первый объект, каков бы ни был второй. Вот, это в случае операции end. В случае операции or наоборот. Если первый объект false, надо возвращать второй, каков бы он ни был. А если первый объект true, то возвращать первый, каким бы ни был второй. Ну так вот, давайте про частичную вычислимость. Допустим, у нас есть выражение, ну какого-то такого типа, 323 end из 9 на 0. Вроде бы все понятно, да, значит вот здесь у нас написана операция, мы пытались вычислить выражение, оно как бы синтаксически, оно верно, но при попытке его вычислить происходит исключение деления на 0. Но если мы поставим здесь or, то это внезапно сработает. Это внезапно сработает по той самой причине, что мы вычислили первый оперант и выяснили, что для этого, для результата этого выражения, второй оперант вычислить вообще не надо. Синтаксически эта картина верна, а до вычисления вот этого выражения справа дело просто не доходит. Мы вычислили выражение слева, поняли, что оно true и что вот согласно этой таблице истинности его, собственно, и надо возвращать. А у нас не пусто, надо возвращать а. Окей. Это не означает, что, например, синтаксическая ошибка, то есть когда питон не может разобрать выражение, то, разумеется, он ругается на это. То есть вот эти три слыша, непонятно, что означают, они синтаксически неверны и ошибка возникает. Но если с точки зрения питона выражение синтаксически верно и в нем встречается условная операция, то частичное вычисление нам, ленивое вычисление нам говорит о том, что вторая часть не обязательно, раз мы по первой можем догадаться о результате. Абсолютно та же самая картина с end, но только, как нам говорит таблица истинности, в обратном случае. Если первый оперант пустой, то мы второй не вычисляем. Да, вот давайте посмотрим. Что-нибудь типа 0 end единица делить на 0 0, а допустим какой-нибудь… Вот. Та же самая картина. Кстати сказать, тернарная операция, та, которая условная операция, она тоже обладает свойством частичной вычислимости и даже более хитрым. Потому что смотрите, мы можем смоделировать тернарную операцию с помощью операции or и end. Вот такой хакерский способ применялся в первом питоне когда-то давным-давно. Делается это так и даже в ранних версиях второго. Мы можем написать что-нибудь такое. a, b равняется, ну там не знаю, ку-ку, ку-ку, наша любимая, да. А здесь написать что-нибудь типа условия cont равняется, ну не знаю, там 5. И написать так, if, ну вернее, тернарная операция как бы выглядела? a, if, cont, else, b. И смоделировать это с помощью end и or можно следующим способом. Написать условия cont end, а, or, b. Соответственно, если условия, да, как это работает? Вычисляем первый оперант, это cont. Если он истинно, значит второй оперант, значит надо вернуть второй оперант. Результат этого это a. Поскольку это операция or, а результат этого истинно, значит надо вернуть левую часть, а правую даже не высчитывать. И, собственно, мы возвращаем a. Если же у нас оперант, самый первый был пустой, то бишь false, то работает это так. Мы вычисляем операцию end, вычислили левый оперант, он false. Значит правую мы вообще не вычисляем, потому что он false. Нет, потому что результат этой конъюнкции уже false. Значит нам надо вычислить правый оперант, значит мы возвращаем здесь false, и значит нам надо, поскольку мы вычисляем операцию or, надо просто вернуть правый оперант. Вот и все. Вот. Фактически вот такая конструкция. И вот такая конструкция взаимозаменяемая за одним неприятным исключением. Вот. Оно не всегда очевидно, но вот можно догадаться, почему вот эта конструкция работает всегда одинаково. И она всегда возвращает a, если условие false, true и b, если условие false. А вот это вот может вернуть немножко другое. Смотрите, если у нас a само по себе false, сейчас давайте сначала проверим, что оно так работает. Вот. Если a у нас само по себе false, то эта же конструкция внезапно вернет b. Понятно почему. Ну мы проверили условие, мы высчитали вот это выражение cont and a, и оно равно false. Ну тогда b возвращается. Поэтому эта конструкция хрупкая. Она зависит вот от этого выражения. А вот эта конструкция надежная. Надо использовать ее. Вот такие дела. Значит, почему здесь получилось кукурику еще раз. У нас a false, вернее, cont false, a у нас тоже false. Мы высчитали cont он false. Значит, надо возвращать правый. Правый это тоже false. Здесь везде false, значит, надо возвращать правый от этого выражения. Ну вот. Такие дела. То есть вот эта конструкция, она такая, ну, не совсем надежная. Да, пользуйтесь тернарной операцией. Так, что-то еще, надо, хотел рассказать. Да, собственно, ничего. Собственно, ничего. Да, частичная вычислимость рассказал, это рассказал. А, я хотел сказать, что в тернарной операции тоже в полный рост используется частичная вычислимость. Если мы, допустим, напишем вот такое единицы делить 10 на 0 if, ну, допустим, else. То есть, если произойдет zero division error. А так не произойдет, да? Поскольку у нас условие, поскольку у нас условие false, то мы левую часть вообще не высчитываем, а высчитываем правую. Точно так же это работает и наоборот. Да, вот если мы напишем здесь вот так вот, а здесь вот так вот, то условие справа не будет, в смысле, выражение справа не будет высчитываться. Мы высчитываем условие. Поскольку условие true, то мы сразу высчитываем левое выражение, а правое даже считать не будем. Да, то есть, таким образом, частичная вычислимость используется и там, и там. Мне тут пришло в голову, что в случае тернарной операции она даже более ленивая, но нет. В любом случае мы высчитываем только два условия, да? Потому что если здесь false, то мы возвращаем это, а если здесь true, то мы возвращаем это. И тогда не возвращаем это. Так что нет, всегда только 2 из 3 операций высчитываются. Но для тернарной операции это более очевидно. Мы проверяем условия и в зависимости от условия высчитываем то, что слева или то, что справа. Теперь, собственно, про условный оператор. Условный оператор в питоне выглядит очень просто. Он начинается со слова if. Дальше идет любое выражение, которое интерпретируется как пустое или не пустое. Ну, скажем, 5. Дальше идет двоетончие и дальше идет блок, так называемый блок с отступом. Обратите внимание, что когда я нажал enter, вот здесь вот питон сменил подсказку в знак того, что условный оператор не закончился. Питон вообще на самом деле простой, видит двоетончие. Значит, какой-то оператор с блоком с отступом начался. Вот. Я нажал еще раз enter, и питон говорит, может ты дальше будешь писать. То есть, как известно, блок с отступом блок с отступом может быть произвольного размера. Вот, соответственно, мы его пока продолжаем. Ну, давайте еще кукурику здесь напишем. Вот. И для того, чтобы его закончить, надо просто нажать enter, и все будет хорошо. Мы, в принципе, уже об этом говорили, что правила отступа в питоне очень простые. Если вы соблюдаете этот отступ, то как бы все хорошо. Если вы внезапно написали что-то, вернули отступ в исходное состояние, то тоже все хорошо. А вот если вы начали с одним отступом, а потом продолжили с другим, неравным не тому, который был, ну, короче, неравным тому, который был, или тому, который должен быть при закрытии блока с отступом, например, вот так, да, обратите внимание, что здесь возникло, а, там бэкслэш, извините. Обратите внимание на то, что сейчас возникнет не ошибка инвалид синтекс, а ошибка unindent. Питон даже не стал интерпретировать вот эту штуку. Он сказал, знаете что, эта строка начинается не с той же позиции, что предыдущая, и не с той же позиции, что внешний блок. Я не буду интерпретировать, что-то не то написали. В таком случае то же самое. Видите? Identification year. Неожиданный отступ. То есть это первичный. Ну вот, значит, простейший оператор if выглядит вот так. Чуть более сложный. Давайте мы напишем программку. Давайте мы напишем программку, которая будет иллюстрировать чуть более сложный оператор. Ну давайте напишем что-нибудь a, b, c равняется evalat input, наш прекрасный, наш input через букву n, c, наш прекрасная таблетка, вот, которая позволяет ввести прям через запятую все числа. Значит, ну и напишем что-то типа if a больше либо равно b больше либо равно c, print, чего, что это число упорядоченное? У-по-по-ря-до-ч-е-ны. Вот. Ну-ка давайте посмотрим, что это работает. Вот мы сейчас вводим. А, я забыл здесь сделать подсказку, поэтому мы вводим. Верьте мне. Там. 3, 4, 5. Ничего не пишет, потому что они должны быть упорядочены по убыванию. Ну давайте. Давайте запустим. 3, 4, 5, 4, 3, 3. Вот они упорядочены по убыванию. Ну вот. Но если мы хотим написать, что они неупорядочены, напишем, напишем clause else, да, ну так же как-то во всех других языках программирования. Вот. Здесь напишем, что они неупорядочены. Ну допустим, если это там 4, 3, 4, ой, что-то такое. А, это русские буквы. Господи, я смотрю 46, 36, 4. Думаешь, это число такое. Это русские буквы. Окей. Давайте еще разок. Вот неупорядочен. Раз, два, три. Как-то неупорядочен. Упорядочен, но по возрастанию. Ну давайте добавим сюда еще одну клаузу. Это клауза елиф. Сейчас я вам покажу. елиф, чего там, меньше равно b, меньше равно c. Тоже упорядочен, но по возрастанию. Давайте так и напишем. По возрастанию. Вот. Ну вот теперь, значит, у нас есть клауза елиф, которая позволяет проверить еще одно условие. Теперь у нас должно быть вот так. Раз, два, три. Порядочен по возрастанию. Ну, понятно. Этих клауза елиф может быть сколько угодно. Можно написать еще вот здесь елиф, допустим, a равно b, равно b, равно c. И она нам покажет, нам покажет еще и, если они равны. Так, равны. Только буква маленькая. Проверяем. У нас не обманешь. Так, что не так? Ах, ну да, смотрите. Оператор елиф, ну, ив с клаузами елиф, разумеется, не является никаким волшебным. Он не является волшебным в том смысле, что он не догадывается, что мы хотели. Он сначала проверяет первый условий, потом второй, потом третий. Да? И в данном случае первые условия уже годятся. Да? Вот эта точка вообще недостижима. Если a равно b равно c, мы попадаем вот сюда. Поэтому надо, конечно, если мы хотим, чтобы это работало, надо вот это переставить, надо вот это переставить вот сюда. вот так вот, да? А вот это переставить соответственно вот сюда. Вот. Вот тогда оно будет работать. Ой, как мы хотим. Вот. Вот теперь будет все работать. разное возрастание. Равны. Давайте еще проверим, что они неупорядочены. Неупорядочены. Смотрите, клаузы и елиф, вообще говоря, ну, с точки зрения алгоритмической полноты, избыточные. Мы всегда можем написать if, else, if, else. Идея ввести ее в питон заключается в следующем. Во-первых, надо отличать ситуацию, когда мы проверяем некое условие, а в противном случае делаем что-то другое. Мы можем всегда написать здесь вот else, да, и дальше внутри if, потом снова else, дальше внутри if. Мы должны разделять ситуации, когда у нас есть три линейно одинаковых условия, a равно b равно c, а меньше, а больше, и мы просто хотим для всех четырех вариантов выполнить действие. И ситуацию, когда мы проверяем одно условие, а в случае else проверяем другое. И второе, и, пожалуй, это даже главное, что поскольку в питоне отступы являются значащими вещами, то без клауза елиф мы не сможем вот так красиво записать этот условный оператор. Смотрите, как это будет выглядеть. else. И тут надо сделать отступ. И вообще везде надо сделать отступ. Опять, здесь else. И снова надо сделать отступ. Вот. Вот это та же, тот же код и та же логика, абсолютно та же логика. Но в случае, когда у нас нет клауза елиф, вот, и как видите, структура программы стала гораздо более ступенчатой, не очень хорошо видно, что мы хотели, вот, ну и так дальше. Другое дело, что вот это более гибкий способ. Понятно, что между этим else и этим if можно вставить какой-то, какой-то, какой-то оператор, который будет выполняться в случае, если это условие неверно, а вот эти два по-любому верны, да, или не верны, неважно. Вот. Ну, допустим, вот так вот. И все равно вот это e, e выводится. Или если они упорядочены, тоже e, e выводится. Вот. То есть, этот вариант более гибкий, но повторяю, собственно, об этом, собственно, и речь. Что мы хотим? Мы хотим устроить полноценный if, внутри которого будет полноценный else, внутри которого будут разные варианты действия для того, чтобы проверить дальнейшие условия. Или же мы хотим совсем другого. Мы хотим проверить просто три линейно следующих друг за другом условия. Вот. И тогда надо писать вот так. Такой текст гораздо более короткий. Что еще нужно сказать? Напоминаю, что вот эти сравнения это всего лишь замена условных операций. На самом деле здесь написано так. end b равно равно c. Вот. И в принципе мы бы могли вместо одного условного оператора использовать два. Написать вот так. Написать вложенный if. Это совершенно такое замечание для первого курса, что вложенный оператор то же самое, что if. Единственное, что я хочу сказать, что опять-таки, когда мы формируем вот такое условие, мы фактически сваливаем два условия в одно. Вот здесь вот мы могли бы что-нибудь хитрое придумать. И, например, обработать ситуацию, когда a равно b, а b не равно c. Отдельно. Вот. ну, кстати, давайте что-нибудь сюда напишем и попробуем догадаться, попробуем догадаться, в каких случаях нам выведется две строчки, а не одна. То есть наша программа кукует в каких случаях? Даже не сюда, а вот сюда. мы заменили and на вложенный if и внезапно получили возможность вставить кукование в случае, если a равно b, а b не равно c. Мы можем придумать такие исходные данные, на которых это кукование будет происходить. Заодно мы можем придумать такие исходные данные, на которых мы не узнаем, что данные упорядочны по возрастанию на самом деле. Смотрите. Значит, если раньше мы напиша вот так получили бы ситуацию, что данные упорядочны по возрастанию, то нет. То есть мы фактически изменили наш код. Такое дело. Так что надо быть с этим осторожным. Да. мы говорили про ленивые вычисления и видели, что скажем так, синтаксические ошибки отлавливаются в нашем пределе выполнении, если они другой ветра. они не не во-первых. Как это работает в случае с одним? Да. в случае условного оператора, как и во всех других случаях, спасибо за вопрос, значит, в случае условного оператора, как и во всех других случаях, у нас синтаксические ошибки отлавливаются на момент анализа текста, на момент синтаксического разбора. Дело в том, что Python внутри себя работает с таким байт-кодом. Это что-то похожее на очень высокоуровневый ассемблер. То есть это атомарные команды, но они работают с объектами Python. Таким образом, для того, чтобы преобразовать в байт-код, ему нужно сделать синтаксический разбор текста. Но дальше этого не идет. И если у нас синтаксически конструкция верна, но чем-то нехороша, то исключение на ней возникнет только в случае, если мы до нее доберемся. Вот наше любимое деление на ноль или вот такое. Эта программа выполнится вообще без исключений, если мы введем что-нибудь неподходящее под третью клаузу. Видите, ничего не произошло. А если мы введем что-нибудь подходящее под третью клаузу, то мы допрыгаем до вот этого связывания с неизвестным именем Е, с объектом под неизвестным именем Е. Если же мы здесь напишем какую-то синтаксическую ошибку, то мы даже запустить это не сможем. О, видите, на нас ругается уже питон со словами. Тут синтаксически какая-то ерунда. Также стоит заметить, что… А так работать будет. Что несмотря на правила отступов, то есть в блоке с отступом все отступы должны быть одинаковые, когда блок с отступом кончается, отступ должен возвращаться обратно на исходную позицию, разные блоки с отступом, даже находящиеся в одном и том же операторе, чисто теоретически могут быть на разных позициях. Только это выглядит отвратительно. Так не делайте никогда. Но это синтаксически верный текст, к сожалению. Вот. Вот. Никогда так не делайте. Лучше делайте так. Значит, напоминаю классический отступ 4 пробела. Вот это все. Так, давайте мы это запишем и пойдем дальше. Шмяк. Все. И тут мы внезапно упираемся в рекурсию. Смотрите, какая штука. Смотрите, какая штука. Вообще говоря, это тут только сегодня до меня дошло. Но, вообще говоря, для того, чтобы реализовать алгоритмически полный формализм какой-нибудь, вам нужно на самом деле три вещи. Определить правила множественных вычислений, когда вычисляется не одно значение, а много. По какому правилу много значений будет вычисляться. Первое. Определить ситуацию, когда вычисления производятся или не производятся в зависимости от свойств данных. В данном случае нас такой роль играет условный оператор. И вот третье. Я раньше всегда объяснял, что еще нужны циклы. Ну, потому что вот как без циклов. Но довольно сложно объяснить, зачем нужны циклы, если уже есть условные операторы. Это же и есть выполнение или не выполнение действий в зависимости от свойств данных. Ну, так вот, до меня только сегодня дошло, что если у нас есть понятие функции и, соответственно, именованного алгоритма и повторного вызова алгоритма, если у нас есть понятие повторного вызова алгоритма, нам не нужны циклы. Нам вполне достаточно условного оператора, то есть вычисления управляемого свойствами данных и повторного вызова. А цикл мы можем организовать, если функция вызовет сама себя, то бишь с помощью рекурсии. Здесь возникает достаточно глубокий спор относительно различия понятия рекурсии в общем математическом смысле и рекурсии с точки зрения языка программирования, тем более такого практически ориентированного, как питон. В питоне рекурсия – это просто вызов функции самой себя, прямой или непрямой. Не более того. Мы помним, что происходит при вызове функций. При вызове функций создается на время ее вызова новый контекст, в котором заводятся глобальные имена, еще что-то. Если функция из себя вызывает еще одну функцию, на время этой функции опять заводится глобальный контекст, ну и так дальше. Давайте мы напишем какую-нибудь простую функцию, не являющуюся рекурсивной, простую программу, в которой нет рекурсивных функций, но есть функции, которые друг друга вызывают. Напишем что-нибудь такого типа. Вернись. Что ж такое? Как тебя по всему экрану возюкает несчастную. Напишем вот такую какую-то функцию fun0, которая будет вызывать функцию fun1. fun1, только не fin, а fun. И сделаем их штук 4. Вот, только переименуем. Значит, 1 будет вызывать 2, 2 будет вызывать 3, а 3 будет, не знаю, что-нибудь печатать такое. Вот, и вызовем функцию fun0. Это еще не рекурсия. А, она там запустилась. Она там запустилась и даже вывела на шкуку. Значит, функция fun0 вызвала fun1, fun1 вызвала fun2, fun2 вызвала fun3, fun3 вызвала куку. Мы можем что сделать? Мы можем здесь, например, написать какую-нибудь ерунду, синтаксически неверную. Нет, синтаксически верную, но вот такую. И тогда у нас вся вот эта картина, о, перед нами раскроется. Смотрите, что произошло. fun0 вызвало fun1, fun1 вызвало fun2, fun2 вызвало fun3, fun3 вызвало print, и в этом вызове print она использовала выражение a, которое вызвало у нас исключение name error, потому что идентификатор a был неопределен. То есть нам питом выдал так называемый traceback. Список стека вызовов друг друга. Значит, кто кого вызывал и в какой строчке это произошло. Итак, у нас реально исключение произошло в 11-й строчке функции fun, которая в свою очередь была вызвана из 8-й строчки функции fun2, ну, fun3 тут была, которая в свою очередь была вызвана из 5-й строчки функции fun1, которая в свою очередь была из 2-й строчки функции fun0, которую в свою очередь мы вызвали в 13-й строчке в нашей программе. Понятное дело, что когда мы рекурсивно вызываем функцию, она вызывает сама себя, сама себя, сама себя, и вот эти стеки, вложенные в пространство имен, они как бы накапливаются. Поэтому если мы напишем функцию, которая вызывает сама себя очень простую, вот такую, ой, дев, я забыл. Вот такую. И вызовем саму себя. Что при этом произойдет? Произойдет бесконечная рекурсия, то есть бесконечный вызов, актуальная бесконечная рекурсия, то есть бесконечный вызов функции самой себя, при котором при каждом вызове будет заводиться целое пространство имен, правда пустое, но все равно будет заводиться целый контекст, что в общем для питона тяжеловато. Поэтому через некоторое количество, через 990 в данном случае таких вызовов, питон скажет глубина рекурсии, глубина рекурсивного вызова исчерпана, не делайте так. Вот. Ну давайте что ли напишем какую-нибудь функцию более интересную, ну например, count равняется нулю, дев, fun, от count плюс равно 1 и вызов fun. И посмотрим сколько раз этот самый count будет изменяться. Что? А, надо было global написать, я тормоз. Здесь надо было еще написать global count. А так она его считает локальным, помните, да, что если у нас имя участвует в левой части связывания, то оно по умолчанию локальное. Вот теперь все заработает. Да дышь, да что ж такое-то? А, тут был count. Извините. Ну наконец-то. Вот. Вот давайте посмотрим, чему равняется count. Да не... Во, 995. Значит смотрите, 995 раз функция fun вызвала сама себя. И в конце концов количество рекурсивных вызовов, стэк вызовов функции сами себя был превышен. На самом деле их там тысяча. Просто поскольку мы запустили, мы запустили этот самый idle, то этот idle наверняка запустил какие-то функции изнутри себя, потом еще что-то. То есть мы внутри уже нескольких вызовов. Вот. Пяти, если быть конкретным. Да? На самом деле их было тысячи. Ну вот. Значит. Ну кстати, давайте посмотрим. А, ну да, да. Их было тысячи. Чтобы иметь более красивую картинку, давайте здесь напишем что-нибудь. Сейчас, не так. Тут было два отступления стоит сделать, которые мне сейчас пришли в голову. Первое, это про то, как вообще питон определяет функции. Что питон ничего заранее не делает. Если, например, вот здесь вот описана функция fun1. то вот этот кусок кода всего лишь определяет, заводит имя fun1 и связывает его, и связывает этим именем кусок выполняемого кода, который соответствует данной функции. И если мы, например, возьмем и перебьем эту функцию fun1 где-нибудь вот здесь. И она будет вызывать, например, функцию fun0. то вот это определение пропадет, а точнее сказать, не так. Задастся новое определение функции, свяжется с именем fun1, при этом то определение, на которое fun1 ссылалось раньше, оно исчезнет. Кстати, что будет, если мы вот это все запустим? Я думаю, что у нас так называемые рекурсии типа b. О-о-о! Видите, да, что произошло? Функция fun1 вызвала функцию fun0, а функция fun0 вызвала функцию fun1. И они вот так друг друга вызывали все время. Вот эти наши тысячи строчек, только развернутые. Да. Такие дела. Рекурсия. Значит, что это означает? И это означает, что если мы хотим организовать какую-то рекурсию, которая бы остановилась, то мы должны гарантировать этот останов. Это важно. Значит, давайте напишем функцию, которая все-таки останавливается. От n. Тут напишем print, этот самый n. А здесь напишем if n fun от n-1. И здесь напишем fun от 10. Значит, что мы сделали? Мы организовали функцию, которая рекурсивно вызывает сама себя. При этом передали ей некоторый параметр и обеспечили тот факт, что при каждом следующем вызове этот параметр умещается на единицу. Таким образом, мы надеемся, что выполнение этой функции остановится вот за столько шагов. Давайте это проверим. ну вот. Я же хочу, чтобы мне писалось, печаталось вот так. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, цикл. Правда, на 11, а не на 10 оборотов. Ну, потому что вот здесь вот написано fn. Все хорошо, но в этой функции мы организовали цикл. Смотрите, это самый примитивный из всех возможных вариантов цикла, так называемый, так и есть, примитивно-рекурсированная функция или цикл со счетчиком. Правда, вот эта реализация примитивно-рекурсированной функции мне не нравится. Она слегка хрупкая. Вообще, когда у вас точные условия в конце выхода из цикла, это всегда опасно, потому что условия могут быть неточные. В данном случае эта функция неправильно работает с отрицательными числами. Упс. Вот. Таким образом, для того, чтобы организовать цикл грамотно, вы должны не просто устроить его, условия выхода из него, а гарантировать это условие. Ну, например, вот так. Теперь у нас есть гарантия выхода из этого цикла, из этой рекурсии, потому что масса условия проверяется на больше, а сам объект уменьшается. Забегая вперед, мы, конечно, можем создать объект такого типа, что вычитание из него единицы его не меняет по-человечески. Но это уже совсем крупное извращение, и мы не будем так делать. Ну вот, это будет работать. Пожалуйста. Обратите внимание, что это все равно остался цикл на 11 элементов. Он один раз выводит это n, на самом деле надо было писать больше одного, конечно. Ну ладно, чтобы было все-таки, цикл из 10 элементов должен быть на 10 элементов. 10. Вот. Обратите также внимание на то, что этот принт один раз выполняется, даже если условие неверно. Давайте его переставим в конец. во. Опа. А, ну не сюда, вот сюда. Кстати, смотрите, как забавно. Он нам взял и в обратном порядке теперь печатает все эти числа. Почему так? Потому что этот принт стоит после вызова fun. То есть мы сначала вызвали функцию, потом вызвали функцию, потом вызвали функцию, потом бру-бру-бру-бру, потом в конце концов вышли из этого вызова. Вот дайте сделаем вот так вот, опять увидим единичку, чтобы увидеть единичку. Все-таки, во, во, вот это вот правильно, от 1 до 10, никаких off-by-one. Вот это был типичная ошибка программиста, да. Цикл на 10 выводит 9 вариантов. Их должно быть 10. Вот это теперь правильно. Ну так вот, мы сначала вызвали функцию, потом вызвали функцию, потом вызвали функцию, потом вызвали функцию, и только когда n стало равно единице, мы не стали вызывать функцию, а напечатали n. Это была единица. Потом мы вышли из этой функции в предыдущий контекст. Там n было равно 2, попали в это место. Напечатали 2. Ну и так дальше. То есть мы переставили принт в конец, и поскольку он оказался после рекурсивного вызова, получилась такая штука. Здесь, наверное, надо заметить, я точно помню, что здесь была строчка гвиды и хвостовой рекурсии. Прям была такая строчка. Но ее здесь нет. Ну значит, надо сюда вписать, а я пока про это расскажу. Надо понимать, что рекурсия в питоне очень плохая замена цикла. Ватс. Ну правда плохая. Потому что их не больше тысячи таких оборотов. Когда где-то второй питон в середине нулевых начал завоевывать популярность сильную, туда стало набегать много всяких людей, которые хотели писать на питоне, в частности набежало много математиков. Математики пришли и говорят, у-у-у, в вашем языке нет хвостовой рекурсии. Что это за язык такой? Зачем им вообще такой язык? Вот. Тут пришли какие-то более крутые математики и сказали, ну во-первых, нет такого понятия хвостовой рекурсии. Есть понятие хвостовой концевой вызов процедуры. То есть речь идет не о том, что у нас сама рекурсия какая-то особенная, а о том, что когда у нас все переменные, с которыми работает наша функция, не нужны в неймспейсе и не меняются, мы можем взять и производить все вычисления в одном и том же неймспейсе и не плодить вот эти вложенности. Тут пришел Гвидо и сказал, знаете что, я не буду такого делать со своим языком. Если у вас логика работы функции, логика заведения пространств имен, логика доступности и недоступности локальных имен будет меняться от того, написали вы лишний ретерн функции или не написали, сделали вы лишнее вычисление или не сделали, то нет, такой язык будет не питоном и будет все очень плохо. Хотите, но реализуйте эту хвостовую рекурсию, это как нефиг делать, делается через хранение этих самых переменных и декоратор. И действительно, через декоратор там 10 строк и все делается. Так что нет, хвостовой рекурсии в питоне нету. В смысле нету концового вызова процедуры. Просто есть вызов процедуры, всегда сопровождаемый созданием нового наимспейса, никогда по-другому. Вот. Теперь, наверное, стоит… Да, наверное, стоит еще… Значит, это была примитивная рекурсивная… А, да, 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 еще одну вещь я забыл сказать по критерии ограничения по глубине. Значит, смотрите, поскольку… Поскольку… Где-то у нас была более интересная функция. Вот она. Поскольку рекурсивная вложенность и вообще рекурсивный вызов функции это довольно тяжелая операция, не рекомендуется заменять рекурсию циклом. Общее правило примерно следующее. Если у вас есть n входных данных и для обработки этих n входных данных у вас внезапно вложенность рекурсивная пропорциональна n или даже вычислительно превосходит его, там, квадратичный, то вы написали плохой алгоритм. В лучшем случае вы просто написали цикл вместо рекурсии. Так делайте цикл, не пишите рекурсию. Рекурсия считается… Рекурсивный алгоритм считается хорошим, годным, если глубина вложенности при n входных данных у вас не превосходит логарифм от этого n. Ну, сравнимо с ним вычислительно. Вот тогда у вас хорошая годная рекурсия, какая-нибудь быстрая сортировка, за исключением крайних случаев какая-нибудь вообще вот все эти классические сортировки, которые эффективны там слиянием, делением, пирамидальные. Вот они все как раз рекурсивные и при этом логарифмические логарифмические, 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 потому что у них сложности логарифмные. Значит, это, да, такая рекомендация. Соответственно, вот этой тысячи хватит за глаза, потому что если у вас входных данных что-то в тысячной степени, то вы точно будете думать не о том, как бы вместо рекурсии написать цикл, да, вы будете думать о том, как бы поэффективнее это делать, да, что-то в тысячной степени это хорошее большое число. Ну не будет, ну не сможете вы обработать столько данных. А это всего лишь два в тысячной степени. Такие дела. Значит, это что касаемо, это что касаемо глубины вложности. Если вы вот этим логарифмическим правилом пользуетесь, вам тысячи хватит просто вот на все, на все, на все. Говорят, это управляемо. Говорят, при запуске питона можно указать глубину стакой рекурсии, если вам очень хочется, это делать. Это, кстати, означает, что в любых учебниках, где, например, факториал вычисляется рекурсивно, поступает неправильно, потому что вам показывают алгоритм, который заменяет цикл рекурсии. Не надо заменять цикл рекурсии. Факториал вычисляется циклически. Хорошо. Настала пора немножко побаловаться, чтобы вот, а, нет, настала пора, сейчас, побаловаться еще не настало, а настала пора написать еще одну функцию, которая будет не примитивно-рекурсивной, а чуть более хитрой. Смотрите, мы не всегда можем понять, когда рекурсия закончится. Вот в данном случае мы это можем понять очень жестко. У нас есть уменьшение наших данных и проверка больше. То есть на самом деле для организации цикла мы обеспечили три вещи. Первая вещь это подходящие входные данные. В данном случае мы передали вот это 10. Оно подходит. Вторая вещь это обеспечение проверки некоторых данных на их свойства. В данном случае это больше одного. И третья вещь это изменение тех самых данных, которые мы проверяем, причем в данном случае доказуемый, приводящий к концу рекурсии. То есть у нас вот эта функция актуально конечная рекурсивная. Другое дело, что здесь мы можем 100-500 миллионов передать и тогда она будет актуально бесконечной. Но по крайней мере это доказуемый конечной функцией. Еще раз. На самом деле четыре, конечно, еще по Илот. Ну то есть вы можете написать функцию рекурсивную или цикл, в котором есть проверка условия, изменения, вот инициализация, но больше ничего нет. Тогда он ничего делать не будет. Так что четыре составляющих цикла. Инициализация, проверка условия, изменение данных, участвующих в проверке условий и полезная нагрузка. Ну вот. Так вот, вопрос в том, насколько из тех изменений данных, которые вы делаете, следует тот факт, что условие будет достижим. И этот вопрос, вообще говоря, открыт. Вот. То есть мы можем организовать наш алгоритм таким образом, что вот эту вот проверку делает не банальное сравнение, а вычисляет какая-то функция, внутрь которой мы не залезаем. И тогда по внешнему виду вот этой функции мы не можем сказать, она вообще заканчивается когда-нибудь или нет. ну давайте давайте это организуем каким-нибудь вот таким вот образом. Сейчас дайте подумать. Допустим, у нас есть две функции оценивающие и изменяющие. Значит, здесь вот напишем return n больше 1, а это изменяющая функция. вот. И несмотря на то, что ничего не изменилось в нашей программе в смысле логики работы, проверим, не изменилось. не изменилось. Вот эта функция уже является общерекурсивной. Мы не знаем, заканчивается она или нет. Мы не знаем вообще, не зациклится ли она навсегда. Мы ничего не знаем, потому что весь код, который занимается изменением и который занимается вычислением, для нас недоступен. Ну то есть он доступен, вот он тут лежит. Но вот из внешнего вида этой функции не следует, что она примитивно-рекурсивная. Что там просто счетчик, который заканчивается. Вот. Вот вам, пожалуйста, общерекурсивная функция. Еще неизвестно, общерекурсивная ли она определяна на всех, на всех, на все области определения или нет. Не факт. Такие дела. Вот. И допустим, если здесь я поставлю какой-то более хитрый алгоритм, а не просто сравнение с единицей вычитания единиц, то она вполне может оказаться, что на некоторых данных она зацикливается. Такие дела. Общерекурсивная функция. Так. Ну, все-таки настала пора немножко побаловаться. Значит, я просто хотел показать немножко, как рекурсивные функции, как циклы превращаются в функции обратно. Я сейчас посмотрю, нет ли у меня еще чего-нибудь. Видимо, больше ничего. Вот. И тогда, 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 тогда вот что. Тогда мы делаем вот так. Эй, вернись. From Turtle import звездочка. Жмяк. Давайте посмотрим, сколько тут всего есть в этом Тартле. Что такое Turtle? Turtle – так называемая черепашья графика. Ведет, историю она свою ведет от еще языка программирования лога, один из древнейших языков программирования. Кстати сказать, в нем не было циклов, а была только рекурсия. Вот. И состоит этот язык программирования в управлении черепашки, которая бегает по плоскости. Все видят черепашку? Не все видят черепашку. Сейчас сделаем. Вот. А теперь все видят черепашку? Давайте еще перекрасим. Ну вот теперь точно все видят черепашку. Вот. И этой черепашкой можно управлять. Она может идти вперед. Вот это все команды управления черепашкой, сколько ни на есть. Просто мы сейчас не будем с ними разбираться. Ну вот так вот. Вот она, пожалуйста, может поворачивать. Вот она повернула налево. Вот она снова идет вперед. Вот она снова повернула налево. Вот она снова идет вперед. Вот она снова повернула налево, вернулась в исходное положение. Вот вам, пожалуйста, черепашка нарисовал треугольник. Вот. Вот эту самую черепашку давайте мы попросим порисовать какие-нибудь рекурсивные функции. Хорошо будет видно, как это все как-то все как-то все ну выглядит. Так. Для начала напишем, нарисуем, ну да. Для начала напишем функцию, которая рисует треугольник. Вот тот самый. Дев треугольник от N со стороной длины N и дальше так. Форвард на N и дальше левт на 120. Обратите внимание, использую сокращенные варианты. Форвард и левт просто мне ну лень. Не умею этим пользоваться. Надо виме такие вещи делать, конечно. Вот. Вот этот треугольник. Давайте проверим треугольник. Это треугольник. Шикарно. А вот теперь давайте напишем рекурсивную функцию, которая суть 10 таких треугольников. N таких треугольников. Дев тре G N N треугольников в смысле N это размер треугольника а K это у нас треугольники. Значит, что мы хотим? Мы хотим вызвать треугольник, собственно. Дальше мы хотим немножко сдвинуться. Ну скажем левт на 20 и форвард на 20. И дальше мы вызвем снова N и K минус 1. Вот мы получим получим такую дать ему N скажем из 10. Получим функцию рекурсивную, которая вызывает сама себя. Наслал первый треугольник, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. и так сколько, 10 штук, я надеюсь. Похоже, что 20. Долго, надо поменьше сделать. Но все равно красиво, правда? Так, похоже, я написал бесконечную функцию, давайте посмотрим. Конечная, а кто будет условия проверять? Ха-ха-ха. Смотрите, что я не соблю? Я не соблю правило номер 2. Значит, данные исходные хорошие, изменение условий, изменение объектов есть, пилот красивый, только проверки условий нет. Ивка больше нуля, да, кто-то я смотрю, все рисует и рисует черепашка. Ну вот, это, это ив, это ив, тут не нужно скобочки, вот так вот. Давайте еще раз проверим. Вот, ну вот, значит, предыдущая функция просто зацикливалась. Эй, о, все, остановилось. Вот, вот вам, пожалуйста, рекурсивная функция, которая рисует, которая рисует, это, это примитивная рекурсивная функция с гарантированным концом, вот у нас условие, вот у нас уменьшение условия, вот, который рисует 10 треугольников. Кстати сказать, смотрите, у нас черепашка где-то зависла в этом месте. Помните, как у нас в этом самом, в нашей рекурсивной функции простой, после перестановки принта в конец действия стали совершаться в обратном порядке, да, у нас сначала произошел стэк вызова функции, и только в самом конце они начали что-то выводить. Давайте мы черепашку обратно вернем, скажем ей, forward 20, значит, backward 20, bk 20, и там было лев 20, а мы скажем right 20. таким образом наша черепашка вернется в то место, откуда начала. Давайте попробуем. Вот она сначала бежит вперед, рисует эти наши треугольнички, вот, и побежала обратно. То есть смотрите, мы вложено повызывали 10 раз эту функцию, и потом, когда мы ее уже вызвали, после этого вызова мы совершили обратное действие, она вернулась в исходное положение, да еще и встала в правильную позицию, ориентированную туда, куда надо. Такое дело. Вот. Это была примитивно-рекурсивная функция. Давайте теперь напишем, скажем так, не сильно отличающуюся от нее, но функцию, про которую мы уже заранее не знаем, сколько там треугольничков нарисуется. Будем это делать так. У нас будет меняться размер треугольника, а условием выхода будет то, что этот треугольник окажется слишком маленьким. Давайте здесь еще перекрасим. Здесь forest green, мой любимый. Так, только тут не от RGS, да? Здесь сделаем опять, как было. все, 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 вот тут вызовем TRGS, здесь вызовем N, здесь вызовем вот этот min size, а вот размеры будут уменьшаться как-то по-странному, скажем, N умножить на 4 делить на 5, как-то так, вот, а здесь напишем соответственно N больше min size. Вот, я согласен с тем, что… я согласен с тем, что здесь как-нибудь вот так вот, да? Что здесь мы можем предсказать, какое количество оборотов циклов сделает функцию, ну, скажем, вот такая, сейчас мы только цвет перекрасим в какой-нибудь волшебный, что-нибудь тоже покрасившее название какое-нибудь. Вот такое. Вот TRGS от 200 и запятая. Минимальный размер треугольника 10. Вот, я согласен, что по этому 200 и этому 10 мы можем высчитать, какое количество оборотов цикла совершит эта функция, зная вот эту формулу. Но тем не менее, это уже не настолько очевидно, когда мы здесь вот жестко это показали, да? Это, наверное, все еще примитивно-рекурсивная функция в том смысле, что мы можем жестко доказать, что вот это число становится все меньше, и это уменьшение линейное, и значит, что когда-нибудь этот минсайз будет достижим. Ну, например, если минсайз будет отрицательный, то эта функция будет вечной. Так что нет. Вот. Но в любом случае, в отличие от цикла со счетчиком, мы точности не знаем, сколько оборотов сделает эта функция. Давайте посмотрим. Медленно. Давайте скорость еще поменяем. На самую быструю. Ну вот. Какое-то количество треугольников она нарисовала. Сколько их мы могли бы посчитать, но в принципе не очень можем на самом-то деле, да? Но тем не менее, функция оказалась, рекурсия-то оказалась конечной, и все было хорошо. Вот. Такие вот дела. Нет, не это. Вот это. Вот. В общем, перед нами, перед нами два вида рекурсии, а также два вида реализации двух видов цикла. Цикл со счетчиком и цикл, скажем так, с открытым условием. Вот. Этот цикл с открытым условием может быть совсем с открытым условием. Например, мы можем что-нибудь вводить и проверять это. Да? Если мы что-то вводим и проверяем, то, ну, вообще говоря, вообще говоря, ну, этот цикл может закончиться тогда, когда мы вводим что-то, не подлежащее проверке. Мы не знаем, сколько оборотов сделает такая функция, которая вводит и проверяет. Или такой цикл, который вводит и проверяет. Ну вот. Собственно, кажется, на сегодня все. Давайте посмотрим. Да, пошли домашние задания. Домашних заданий пока нету на EJJ. Я их сегодня или завтра сделаю. Вот. Вот это, кстати, неправильная задачка. Она нерешаемая. В смысле для нее нужно… Для нее нужно… Хотя нет, решаемая. Все хорошо. Ну, шикарно. Ну вот. Значит, в основном они будут… В основном это задачи на циклы, которые мы будем реализовывать с помощью рекурсий на этот раз. Вот. В следующий раз уже мы в этот бассейн нальем воду. Ну, мы вот научимся прыгать в бассейн. В следующий раз нальем в него воду, и уже будут циклы нормальные. Ну, по крайней мере, мы будем представлять собой… Представлять себе, что это такое. На чем, наверное, всем спасибо. Ну, сейчас это сохраним. Сохраним это дело. Вот. И до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok